Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Даналя, и сегодня у нас видео с покупкой коня для моего персонажа по имени Хина Веслайн, которая девочка индейц, которая обещала себе когда-нибудь, возможно, собрать всех пейнтхорсов и всех Аполлус, ну и, возможно, пельгих мустангов, если такие появятся. Так что сегодня у нее уже накопилось 3169 СК, ей повезло, я успела ей купить когда-то лайф, и мы сегодня едем тратить эти старкоинсы, чтобы купить ей новую лошадку. Аполлузу, которую на самом деле я бы хотела купить ей самой первой, но когда выпустили породу обновленную Аполлузу, к сожалению, данной масти не было, поэтому мы едем делать это сейчас. Мы красавица, да потому что я хочу сделать ее девочкой. Единственное, я опять забыла переключиться на английский язык, но сейчас подумаем, может быть, я не буду называть ее на английском, а оставлю именно русском. Значит, вот такая вот галактика, непонятно, почему она, правда, отличается от обычной Аполлузы. Их характеристики вроде бы все те же, Сила 1, Дисциплина 2, Скорость, Выносливость по нулям и Гибкость 3, идеальная лошадь для вестерна. Описание я уже читала вам кратко, оно находится в видео по обновлению данной недели, но посмотрим, что же по прическе. Ну и по анимации. Хотя анимация достаточно обычная Аполлуза, ничего нового, но просто мне нравится смотреть на эту масть. Я так ее хотела когда-то, на самом деле, на этот аккаунт, и да безумно рада, что ее наконец-то добавили. С особым аллюром еще, тут есть у нее, вот, так что, ах, я просто уже не могу, давайте смотреть. Прически я, наверное, сделаю вот эту длинную, да, это добавляет 19 старкоинцев, но просто все остальные мне не особо на ней нравятся. Базовую я не хочу, может быть, вот такую с косичками, я даже не знаю. Давайте посмотрим, благо мы можем сейчас менять модельки и смотреть их непосредственно в игре, как они будут смотреться. Она такая красивая. Ой, ну, ну вы только посмотрите на эту детализацию масти, мне она прям очень сильно нравится. Но пока я не знаю, вот эту прическу, наверное, нет. Давайте посмотрим другую. Мне кажется, я все-таки выберу вот эту начальную, или вот эту с раздвоенной челкой. Красотка моя, какую бы прическу тебе сделать, я даже не знаю, такой выбор. Нам-нам-нам-нам-нам-нам. Так, может быть, все-таки... Да, да, ребята, это оно. Вот эта челочка, длинная отросшая грива, длинный хвост и эта челка. Да, мы будем покупать эту девочку. И, кстати, мне кажется, галактика подходящее для нее имя. Так что давайте же настроим и купим ее. Это будет кобыла, взрослая. Не хочу ее делать же ребенком, но в плане возраста. Так, где у нас имя галактика будет? Не здесь? Нет. Вот, галактика. Она все-таки останется галактикой. Мне на самом деле нравится это имя. Я не сомневаюсь, что многие ее так и назовут. Вот сейчас только быстренько подумаю над именем. Думая над ее именем, я поняла, что хочу от ее клички ощущать некую глубизну галактики. То есть ее пространство, ее масштабы. И вот это меня на самом деле вбило в тубик. Пока что я выбрала глубинная галактика, но мне это не нравится. Какое имя может перенести мои эмоции в ее имя, чтобы мне прям понравилось, что она такая широкая, просторная. Прям сложно как-то. Все-таки я решила назвать ее звездная галактика. Не знаю почему, но действительно имя галактика мне очень понравилось. Например, этой лошади. И именно кобылка. Вот именно кобылку хочу. Так, ну что, давайте же нажмем купить лошадь. Ты хочешь? Да, конечно, я хочу купить эту лошадь. Так. Ой, поскорее бы. Поскорее бы уже увидеть, как новые модельки будут знакомиться со своими лошадками. Какая ты классная. Отправить в конюшню или поехать на тебе сейчас. Я все-таки человек старой школы. И тем более сейчас вся классная амуниция на моей нынешней лошади. Поэтому я отправляю тебя в конюшню. И знаете, я только что поняла. А когда мне пищать? Больше нету надписи. Поздравляем тебя с твоей новой лошадью и звуком транспортной коневозки. А как? Ну ладно, все равно попищу. Правда, у меня немножко хриплый писк сегодня. Но да ладно. А действительно, почему? Это же такая надпись. Она так вдохновляла, что ура, тебя поздравляют с покупкой твоей лошади. А сейчас либо я просто слепая ее не увидела, либо действительно убрали эту надпись. Безобразие. Без нее как-то теперь даже не так. Я только что заметила. Ну а мы направляемся в конюшню. Постепенно конюшню данного персонажа наполняется лошадьми. И сейчас их здесь уже... Ого! Шесть лошадей? Ребята, это много. Я считаю, это прогресс. Теперь можно их всех переставить, так как количество изменилось. Да, я думаю, пока что так вот всех поставим. Так, лошадка, на тебе, на тебе, наверное, в Freedom Way мы оставим всю амуницию. В принципе. Да, пусть она на тебе останется, а мы пойдем знакомиться с новой красотулей. Так, давай мы тебя отправим в конюшню. Ну, да, я сказала шесть лошадей, но забыла, у меня вот еще дивный скакон есть. Бесплатный со дня рождения. Здравствуй, известная галактика. Ах, какая ты красивая. Ты такая враная с синеньким отливом. Ах, ну не красота. Ну-ка, иди сюда. Ого, типа зимы, какая ты хорошая. Вот все-таки, вот есть лошади, которых бы я никогда не купила на основной аккаунт. Но у этого персонажа эти лошади имеют ценность, имеют свою некую любовь, которую я к ним чувствую. И если я получила бы такую же лошадь на основе, она мне бы, может быть, даже и не нравилась. Но здесь на хине Аполуза это самая любимая порода вместе с пейнтхорсами. Сейчас посмотрим, что на нее надеть. Надеть, точнее. Я забыла, оказывается, на этом персонаже не так много амуниции. Я думала больше. Но да ладно, у нас есть вот такая вот уздечка. И вот такой вот недоуздок. Что же тебе бы на тебя одеть? Давай мы вначале... Ага, мы вначале будем с тобой заниматься на недоуздке. И какой бы вальтрап на тебя надеть? У меня их не так много, на самом деле. Так, пока что на тебя нельзя одевать никакую выездковую новую амуницию. Понятно, очень грустно, жаль. Может быть, вот эту и в эстонское седло? Или косточки? О, давай косточки на тебя наденем. Они хотя бы будут получше. Так, что еще? Это не подойдет. Никакие нагавки я на девочку эту пока надевать не буду. Пройдем просто пока что заниматься так, как есть. Вообще, я сейчас почему-то смотрю. Раньше мне это седло нравилось, а сейчас как-то не очень. Я бы посветлее, наверное, купила. Но да ладно, тратить просто так денежку на этом аккаунте нету никакого смысла. Так, это... Ага, это чье-то. Чья-то подкова. Значит... Нет, это не надо. А, ну, в принципе, все. Залагали только нагавки. Под такую лошадь надо бы и переодеться. К счастью, у меня есть во что одеть своего персонажа. Я об этом позаботилась. Правда, вещей у меня не так много. Но все-таки что-нибудь новенькое, что-нибудь эдакое выбрать я всегда могу. Нужно только поискать. Сейчас поищем. Это мы переоденем ковбойскую шляпу. У меня она есть или нет? Странно. Мне казалось, я покупала ковбойскую шляпу, но, видимо, мне это где-то приснилось. Вот. А может быть, я ее куда-то уже сюда перевожила? Нет. Вот единственный минус разных аккаунтов, это когда ты в них теряешься. Так, ну, может быть... Сейчас что-нибудь найдем. Вот мы и готовы. Я решила взять с собой сумку с морковкой, так как девочка необъезженная. Мы будем потихонечку с ней заниматься. И, да, сейчас забыла, я все одела своего персонажа. Это вот те ковбойские штаны. На ней одеты единственные ее самые хорошие сапоги. И вот такую вот маечку я покупала специально к этому комплекту. Но почему же я не купила ковбойскую шляпу? Наверное, потому что из реальных соображений и безопасности я решила, что она будет заниматься только в шлении. Вот. Может быть, действительно все это так, но просто я уже это подзабыла. И сейчас мы посмотрим все-таки вот эту... Ай, красавица. Какая ты... Какая ты милая. Такая красивая. О, да! Вот именно эту лошадь я бы и купила самой первой, если бы, допустим, только сейчас начала бы играть за этого персонажа. Потому что, смотрите, какая она красотка. Просто. И, кстати, масть, по-моему, чуть ли не один в один, как у пятнистого такого Кнап Струппера, который продается около конюши Ньюрвика. Ой, ну замечательно. Я так хочу вообще уже зайти на свой новый ноутбук и посмотреть, как ты будешь выглядеть на новой графике, на максимальной, с динамичностью. Это же так... Такая красивая. Да, вот, да, 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 да. Вот, так что сегодня, спасибо, вы были со мной. Мы купили вот эту красоточку, вот эту красавицу Аполлузу. Я надеюсь, она вам тоже понравилась. Может быть, кто-то тоже ее смог купить или планирует купить в будущем. Вот, ну а пока что просто можете порадоваться вместе со мной. Да, сейчас был глюк на зависание камеры, но ладно. Вот, что у нее из навыков? На пробел у нее ничего нет. А на шифт шага у нее вот такой вот... Инна хоть, по-моему. По-моему, да. Вот, так что теперь можно будет еще и с ней фоточки выкладывать. А то я в последнее время фотки не делаю, потому что новых лошадей практически не было. Только у вас новые. А вот какие-то тематические фотосессии... Было как-то неохота делать. Вот, пожалуйста. Вот она красотка. Как хорошо, что я успела купить лайв. Боже, никогда не перестану этому радоваться. Так что на этом все. И мы будем с вами прощаться. Ой, не забывайте тренировать своих лошадок. Чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока. Удачи вам. И до встречи в следующем видео. Какая же они идеальная пара. Я не могу. Субтитры подогнал «Симон»!